Я могу объяснить все заповеди, которые прописаны языком нашего мира в их внутреннем свойстве. И они написаны, и у Арии, и только там они написаны еще более высоким языком, языком Кабалы. Там Парцуфим, Сферот и так далее, что при этом происходит и так далее. Я могу прописать это языком свойств, не языком Сферот, языком свойств, то есть как бы психологическим языком, человеческих свойств. Отдача, получение, там, милосердие, суд и так далее. И все они сделаны тоже для того, чтобы исправить сердце, как пишет Эвенезра в своем комментарии на Тору. Все заповеди даны для того, чтобы исправить сердце человека, то есть его эгоизм. Когда мы правильно обмываем руки, не то, что я говорю, что этого не надо делать или против этого, думаем ли мы о том, что я в этот момент должен отказываться от той части своего эгоизма, который во мне раскрывается? Должен ли я постоянно себя контролировать? Вот я нахожусь внутри себя со своим эгоизмом и в отмене его относительно свойства отдачи и любви, которое называется Творцом, и которое я пропускаю через ближнего, для того, чтобы быть уверенным, что я правильно его делаю, а не лгу самому себе? Настроен ли я так на ближнего, что я сейчас желаю ему отдать, желаю ему всего добра выше своего эгоизма, вопреки своему эгоизму? И для этого я иду правой линией, и в это время, если во мне открывается левая линия, то я ее снова привожу к правой, и только затем она оборачивается в средней линии. Нахожусь ли я в себе вот в этом вот, во внутреннем процессе, назови его медитацией, молитвой, неважно как. Если да, то стоит выполнять механические заповеди. Если нет, может быть, они отвлекают человека. Я вижу, что те, кто выполняет их, не думают о их внутреннем наполнении, что внутри там находится, о внутреннем смысле. Никто этого не знает. Это высший пилотаж. Да. Так что, о чем я думаю? Я думаю о том, что когда мои ученики, и не обязательно евреи, а во всем мире все начнут более-менее ощущать вот эти внутренние движения, я буду объяснять это ученикам свободно, спокойно, просто. Они будут это быстро, мгновенно понимать, и тогда мы сможем с ними изучать, что значит заповеди. Все. И очень просто будет. И мы с ними будем просто проходить. Это будет система нашей внутренней тренировки. Ступеней. Система ступеней духовных. Все 613 заповедей – это система духовных ступеней. Как мы себя исправляем на просто отдачу или на получение ради отдачи. И все. Но это когда у нас будет общий с ними не только письменный или устный, а чувственный язык.